Сиреневый подгон Профессор понимает, что с физикой я прощаюсь навсегда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что ж, господа, давайте-ка воспользуемся тем, что у нас уже есть Выражение для диалектической проницаемости газа из атомов Томпсона У нас было единица плюс квадрат плазменной частоты На квадрат резонансной частоты минус квадрат частоты поля Минус 2 и бета константа радиационного затухания омега Ну а омега плазменная, я напомню Равнялась 4π концентрация атома Ку в квадрате на массу А омега с ноликом в квадрате Равнялась отношению жесткости пружинки Удерживающий электрон Томпсона к массе электрона в атоме Томпсона А теперь мы хотим рассмотреть свободные электроны Понятно, что если электроны свободные Давайте рассмотрим вот такой модельный газ Когда у нас есть только свободные электроны Ну на самом деле, если реальный газ То надо, во-первых, написать слагаемые для реальных атомов Со связанными электронами И отдельно то слагаемое, о котором я сейчас буду говорить Но представьте себе, что мы создали газ, где есть только свободные электроны Такой газ трудно создать Но самая, пожалуй, близкая к этому плазма Это когда у нас полностью ионизированный газ Где есть мешанина свободных электронов и ионов Но из-за того, что ионы тяжелые Они в первом приближении могут считаться почти неподвижными И тогда у нас главный вклад в эпсалон будут давать свободные электроны Ну тогда понятно, что этим можно пренебречь Ну и тогда у нас получается Единица минус квадрат плазменной частоты А тут омега в квадрате Плюс 2 и бета омега Ну бета у нас маленькая Ведь бета включалась Когда эти два слагаемых друг друга почти уничтожали А теперь-то по сравнению с омега бета это мелочь Правда, здесь надо быть немножечко аккуратными Мы с вами занимались, включая в бета радиационное затухание На самом деле бета описывает потери энергии в атоме А в данном случае у движущегося электрон Если электрон совершает колебания под действием внешнего поля Он, конечно, теряет энергию на излучение Но это потери маленькие Но есть еще один канал Амические потери Которые связаны просто с тем, что электрон двигается в проводнике и греет его Ну вот поэтому давайте сейчас рассмотрим очень хитрый, идеальный проводник У которого бета оптическое, оно и так стремится к нулю А вот надо бы, чтобы еще не было амических потерь Опять-таки для плазмы это неплохо, когда электроны почти в пустоте летают Там это оправдано Ну а для проводников хочется сказать, что это электроны в сверхпроводнике Но я бы не стал рисковать говорить, что та классика, которой мы сейчас занимаемся Имеет какое-то серьезное отношение к макроскопическому квантово-механическому объекту Под названием сверхпроводник Не я сказал в полупроводнике, а в сверхпроводнике, конечно Но тем не менее, давайте еще упростим нашу задачу Считаю, что у нас сверххороший проводник, где потерь на тепло практически нет Тогда будет так Ну в этом случае А я тут видел, где-то можно еще и прямые линии даже проводить Ладно, не буду рисковать В этом случае ε от омега Будет выглядеть достаточно забавно Вот здесь у нас находится плазменная частота Здесь у нас находится единица И тогда график зависимости ε от омега Будет выглядеть так Поэтому у нас появляется область Где диалектическая проницаемость меньше нуля Есть область, где диалектическая проницаемость больше нуля И есть точка, к которой диалектическая проницаемость обращается в нуль А это в свою очередь означает Что здесь показатель преломления чисто мнимый Здесь показатель преломления чисто вещественный Но меньше единицы А в этой точке замечательный показатель преломления равен нулю Вот такие удивительные вещества Ситуации оказываются случайными Ну а теперь настало время поговорить об оптических свойствах Проводящих средств Но это уже следующий вопрос Продолжение следует... Продолжение следует...